Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов и короткий анонс о том, что вы сегодня увидите в выпуске. Столкнулись несколько автомобилей. Очередные жертвы крупного ДТП на автодороге Кавказ. Более подробно расскажем через минуту. Завершен капитальный ремонт трех школ в Кайкенском районе. Торжественная приемка выполненных работ состоялась накануне. Об этом сегодня в выпуске. У духовности нет границ и языковых барьеров. В Махачкале презентовали книгу Муфтия Дагестана «Благонравие праведников» на узбекском языке. Три человека, в их числе 14-летний подросток, погибли в результате крупной аварии в Кумтаркалинском районе. Еще двое госпитализированы, сообщает прослужба регионального управления ГИБДД. В аварии столкнулись четыре автомобиля. Это произошло вечером 9 декабря на 780-м километре автодороги Кавказ. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Мошенница представилась медицинской сестрой и похитила золотые украшения у школьниц. Полиции Сулейманстальского района задержана 26-летняя жительница Дербенте. Девушка, выбрав момент, когда три третиклассницы селения Касумкент остались без надзора взрослых, под предлогом проводимой санитарной обработки завладела ювелирными изделиями школьниц. Девочки рассказали о случившемся родителям уже дома. Сумма похищенного – 55 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Липовая медсестра предстанет перед судом. Детей сережки взяли. Подробнее расскажите, как все это происходило? Я пошла просто смотреть, как там ребенок мой. Потом отсюда я видела девочек. Я сказала им, что я медсестра, можно посмотреть сережки. Они мне сами сняли и дали. Вот сказали. Потом я отсюда вошла. Не вернули. Я сказала, верну эти сережки. Потом я не вернула. А для чего вы это сделали? Денежные. Финансы были у меня. Проблемы были у меня. Хасавьюрт начал получать газ от нового газопровода – отвода от газораспределительной станции Индирей. Газопровод протяженностью 12,5 километров увеличит объемы поставки газа жителям города и снимет проблему низкого давления газа сразу в нескольких микрорайонах. Представители власти, присутствующие на тражественном мероприятии, отметили, что руководство республики придает особое значение газификации населения. Накануне глава Дагестана Сергей Меликов в очередной раз подчеркнул, что обеспечение «голубым топливом» жителей является важной мерой поддержки людей не только с экономической точки зрения, но и в социальном плане. В 2019 году, тогда мы работали в Министерстве промышленности и энергетики, министр Саид Паша Дарвишевич Умаханов, ныне депутат Государственной Думы, наши коллеги со спецгостройсервиса. Учитывая пожелания обращения наших горожан города Хасаюрта, руководства города, совместно с правительством Республики Дагестан включили в программу газификации городов и районов Республики Дагестан строительство, проектирование и строительство газопровода отвода АГРС НДР. В тот период началось проектирование объекта. Впоследствии уже другое министерство, другой министр, осуществили вместе со спецгостройсервисом и с подрядной организацией строительства этого значимого объекта. Хотелось бы поблагодарить тех людей, которые стояли у истоков этого замечательного события, тех, которые больше упомянул наш коллега. Поблагодарить строителей, которые в срок четко выполнили свою работу, свои задачи. Поблагодарить заказчика спецгостройсервис, поблагодарить жителей и района Хаса-Юрдовского, которые дали возможность провести газ в Хаса-Юрдовск. В начале этого проекта Хаса-Юрдовский район активно и оперативно при разработке проектной смертной документации. Мы в оперативном порядке все это согласовывали. В основном основная трасса проходит по землям Хаса-Юрдовского района. Зная, что эта работа стратегический объект во благо жителей города Хаса-Юрдов и перспективе развития для Хаса-Юрдовского района. Еще раз поздравляю с открытием такого важного стратегического объекта. В Кайкенском районе завершили ремонт трех школ. Торжественная приемка выполненных работ накануне состоялась в селах Нововикринское, Корнай-Аульское и Джованкенское. Всего за последние четыре года в районе удалось отремонтировать девять школ. Это стало возможным благодаря республиканскому проекту «100 школ». Подробнее о материале Карима Даниева. Заменили старые окна и двери, оборудовали теплые туалеты, улучшили освещение и провели работы по водоснабжению и водоотведению. В селении Нововикри закончили ремонтные работы в старом корпусе школы. Теперь образовательное учреждение сможет перейти на односменный режим обучения. Хочу сказать, что, конечно, никогда бы этот проект нам не удался без помощи администрации, которая выступила инициатором. Эта инициатива была администрации района, которая поддержала нас, взяла на себя обязательства. И когда надо, наверное, и разговаривал и со спонсорами, и с подрядчиком. Огромное спасибо администрации района. Ремонты проводились в рамках республиканского проекта «100 школ». Он реализуется в республике четвертый год. И за это время только в Каякенском районе удалось отремонтировать уже 9 общеобразовательных учреждений. Этот проект на этом не закончится в текущем году. На следующий год на реализацию проекта в бюджете республики заложено еще 200 миллионов рублей. Я думаю, что руководство района примет все меры для того, чтобы и в дальнейшем принять активное участие в реализации этого проекта. В то же время ремонты завершились еще в двух школах Каякенского района. Одна из них – Джаванкенская СОЖ. К ней пристроили новое здание, в котором расположились теплые санузлы, пищеблок, столовая и два просторных кабинета. Дорогие дети, от вас ждем после таких красивых кабинетов, пищеблока, теплого туалета. Мы ждем, чтобы вы хорошо учились и радовали нас своими высокими результатами. Приемка ремонтных работ завершилась торжественным вручением благодарственных писем и памятных подарков участникам проекта. Карим Даниев, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Каякенский район. Сделал прививку, получая iPhone 13 лично от мэра Махачкалы. Розыгрыш гаджета проходит на официальном аккаунте Салмана Дадаева. Условия прописаны под постом. По словам градоначальника, многие вакцинированные не смогли стать участниками муниципального розыгрыша гаджетов и велосипедов, который стартовал 4 сентября, поскольку сделали прививку раньше объявленного конкурса. Именно поэтому Салман Дадаев принял решение провести еще один конкурс. Условия участия в котором следующие. Участвуют в розыгрыше те, у кого есть сертификаты вакцинации, подтвержденные QR-кодом. Вы должны быть подписаны на аккаунт мэра Махачкалы. Сделайте репост этой публикации и еще двух постов, которые вы увидите на видео. На все три публикации необходимо поставить лайк и оставить комментарий. Я за вакцинацию, подтверждающий ваше участие. 15 декабря в прямом эфире на аккаунте мэра Махачкалы пройдет розыгрыш айфона 13 модели. Подобные акции, по мнению градоначальника, необходимы, чтобы стимулировать граждан принимать меры предосторожности для сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих. Носите маски в местах массового скопления людей. Соблюдайте социальную дистанцию. Вакцинируйтесь и будьте здоровы. До конца декабря будет завершено благоустройство скверов имени Фазу Алиева и борцов революции, сообщают горские власти. Замена покрытия, установка столбов освещения, урн и скамеек происходит в едином архитектурном ансамбле с главной площадью столицы. В сквере имени Фазу Алиевой появятся малые архитектурные формы и детская площадка. Некоторые махачкалинцы признаются, что с нетерпением ждут завершения проводимых работ. Реконструкция данного парка и сквера, который находится у нас здесь на площади, положительно отношусь, потому что изменения городу, они нужны. И я очень надеюсь, что в этом году парк будет сдан и мы к Новому году будем ходить по новой аллее. Если честно, первое, что я хотелось бы увидеть в парке, это освещение. Фонары, лампы, что-нибудь такое интересное, например, подобие Дербентин. Ладно, там много лампочек, но хотя бы, чтобы была освещенная дорога, чтобы мы могли спокойно проходить вечером по парку. Вот, скамейки, урны обязательно, потому что я человек, который каждое утро шагает на работу, и я замечаю, что урн мало, и мусор бывает предостаточно. Напомним, реконструкция данных скверов проходит в рамках первого этапа проекта по созданию Махачкали единого пешеходного маршрута, который включает в себя парк Леньского комсомола, университетскую площадь и улицу Каркмасова. Книга Муфтия Дагестана о благонравии праведников становится популярной не только в нашей стране, но и за ее пределами. По просьбе мусульман Узбекистана труд духовного лидера издали на их родном языке. Официальная презентация состоялась в Махачкале. Подробнее в сюжете Хамзанур Магомедова. Книгу Муфтия Дагестана о благонравии праведников переводит на зарубежный язык вот уже четвертое государство – таджики, казахи, киргизы. Теперь с наставлениями шейха Ахмада Афанди познакомятся и жители Узбекистана. Перевод на узбекский язык к книге «Накулажаемый Муфтия» Шейхна Ахмада Афанди, благонравия праведников, свидетельствует, что в сфере духовного просвещения есть потребность на взаимное обогащение между народами России, Дагестана и Багестана. Книгу на узбекский язык перевели с оригинала, то есть с арабского языка. Главный редактор перевода признаётся, что до прочтения этой книги и знакомства с её автором имел иное представление о науке Тасао в искренности. У нас было почти такое мнение, не только у нас, у большинства людей, было почти такое мнение, что научного тариката, в данный момент современного тариката как будто не существует. Когда я познакомился с этой книгой, с его автором книги, почтенным Шейхом, когда был 2-3 раза в Дагестане, мне стало ясно, что тарикат, аль-хамду лиллях, в сегодняшнем, нынешнем, современном мире, оно достойно живёт своей жизнью в Дагестане. Официальная презентация книги «Благонравие праведников» на узбекском языке прошла в Доме дружбы Махачкалы. Представители власти, учебных заведений и общественности региона говорили об актуальности и пользе издания. По видеосвязи присоединились и представители Исламской академии Узбекистана. Эта книга у нас уже имеется в нашей академии. Конечно, мы надеемся на то, что в дальнейшем ещё будет увеличен тираж этой книги, и в нашей библиотеке найдёт место этой книги. Книга очень богата, и я представляю, что каждый перевод, он уникален. И эта книга, конечно, я думаю, что эта книга может быть хорошей настольной книгой для молодых людей, которые ещё в жизни не определились, на которых оказывается влияние разными сегодняшней жизнью. И очень важно, чтобы у молодого человека на своём пути появилась такая книга настольная, появился кто-то, человек праведный, наставник. Книга на узбекском языке в настоящий момент издана в количестве более трёх тысяч экземпляров. Она стала откликом на запрос мусульманской умы Узбекистана. И, по мнению экспертов, наставления шейха в книге «Благонравие праведников» станут причиной улучшения нравов каждого, кто постарается внять им. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бибарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Республиканский чемпионат по робототехнике 2021 прошёл в Махачкале. Его организаторами уже четвёртый год выступает Министерство образования и науки Республики и детский технопарк «Кванториум». Более 60 школьников в возрасте от 8 до 17 лет со всей Республики соревновались в пяти номинациях. Робо-сумо, путешественник, управляемый футбол, шагающий шорт-трек и робофишки. По словам организаторов, школьники всё чаще проявляют интерес к научно-техническому творчеству. Проводится ежегодно в целях популяризации научно-технического творчества среди учащихся и школьников. И, соответственно, это развивает компетенцию в этой области. И эти ребята, которые сейчас у нас представляют своих роботов на республиканском чемпионате, я надеюсь, что они в будущем уже будут нашими будущими программистами робототехнических устройств. И, соответственно, мы рады их будем видеть в этой специальности. Мы сейчас понимаем, что робототехника – это одно из инновационных направлений, и поэтому там востребованы специалисты. И те дети, которые непосредственно занимаются в этой области, непосредственно на уровне школьного возраста, они уже будут подготовлены специалисты по соответствующему профилю, когда будут поступать уже в высшеучебные заведения. Участники, в свою очередь, отмечают, что свои робототехнические навыки они широко применяют в быту. А на некоторых сложных роботов возлагают большие надежды, к примеру, в сфере экологии. И я сегодня участвую в чемпионате республиканском по робототехнике в номинации робофутбол. Мне кажется, что за робототехникой будущее, потому что даже я для себя дома делал какие-то механизмы, которые мне свет выключали, когда я уйду при нажатии кнопки. Я мог с телефона просто поуправлять, и робот мне что-то приносил, ручку какую-то или линейку, например. Я для компьютера своего делал, когда у меня мышка испортилась, я заменил ее роботом. Также нам давали проектные занятия для улучшения экологии страны, то есть решить какую-то проблему нужно было. Мы довольно долго на это бились, но в итоге у нас получилось. Мы сделали что-то наподобие автономной сортировки мусора. Всех участников наградят дипломами, особо отличившихся ценными призами. Кайл Снайдер на турнире в Хасавюрте. В северной столице республики стартовали ежегодные международные соревнования. В первый день на ковер вышли представители пяти весовых категорий до 57, 65, 74, 86 и 97 килограмм. Главной звездой соревнований стал американский полутяжеловес Кайл Снайдер. Олимпийский чемпион уже вышел в финал турнира, досрочно выиграв в трех встречах. Всего борьбу за медали в Хасавюрте введут около 150 спортсменов из 15 зарубежных стран. Итоги подведут в воскресенье. Это все к этому часу. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Всего доброго, доставьте. Редактор субтитров А.Семкин